ура 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 дошла очередь до форсунок я два года хотел к ним залезть форсунки продулись нормально зря туда лазил может быть казалось бы другой стороны не зря сейчас покажу как продувал и в чем подвох вот такая система форсунка на нее подаем напряжение с аккумулятора как всегда плюс минус здесь простой очиститель карбюратора достаточно быстро все собирается как устроен вот этот переходник можно посмотреть фото там на драйве выложим просто создаем давление один создает давление 2 подает напряжение форсунка открывается и распыливает все нормально продуваем по очереди форсунки и все радуемся жизни идем дальше дальше в каждой форсунке вставлен фильтрик вот с торца вытаскивается он достаточно просто по колхозному шурупом шуруп вкручивается фильтрик и он вытягивается это форсунки бмс 54 мотора с м54 фильтрики к сожалению идея промывать форсунки пришла сумбурно поэтому фильтрики нашел вот я похожие прям можно сказать идентичные в магазине где продают детали для автомобилей газель газ с фильтриками вообще все ништяк они полностью идентичны смотрится очень хорошо как будто так и было идем дальше почему не зря форсунки все-таки я снял оказалось какой-то колхоз-молхоз который делал это до меня бог знает сколько тысяч лет назад уже здесь накосячил и машинка мучилась так довольно долго вот к примеру кольцо которое держит зазор между форсункой и впускным коллектором видите закусила при установке забили так оставили и здесь практически на каждом кольце такая же какая-нибудь косячина есть вот закусы на некоторые кольца вообще интересно непонятные формы мало того что вот закус так они еще и стоят так как будто их просто вот как-то блин скрутила может к по носу это в общем эти кольца которые стоят вот здесь они влияют на подсос воздуха впускной тракт соответственно смесеобразование и на экономичность и на хороший холостой ход то есть поменять их не помешает дальше вот эти кольца кольца которые держат зазор между форсункой и топливной рейкой чем может быть плохого они потекут но они еще были целенькие более-менее видно что у них работает только одна плоскость вот одна одной стороны форсунка кольцо одной стороны стоит другой другой видно вот эта сторона прижата была все время а вот это постоянно подвергалась воздействию бензина и немножко постарела если приглядеться кольцу пора на пенсию к сожалению так как я думал только продуть форсунки очистителем я не купил заранее кольца был бы чуть по дальновиднее бы конечно понял вот это кольцо которое похоже на это бензиновое это кольцо от форсунки вас 2110 вот это кольцо она с коллектора она похожа вот на это кольцо кольцо уплотительной форсунки газ разница небольшая есть но здесь сложно сказать в какую сторону потому что как никак вот эти кольца уже походившие может они разбухли может рассохлись может их зажало проезжало они изменили форму вот эти явно изменили форму по ним видно что они не круглые таким образом сейчас я соберу форсунки на таких вот кольцах вернее заменителях оригинальных запчастей расходных материалов форсунок если что-то пойдет не так я отпишусь скорее всего все будет нормально поэтому смотрите отзывы на драйве и под видео конечно я против того чтобы оригинальные запчасти менять вот таким колхозом молхозом но иногда бывает ситуации когда все-таки надо сделать быстро времени нету поэтому если это будет достаточно долго работать почему бы и нет дальше идем при сборке конечно же все это надо смазать либо силиконовой смазкой либо жидким ключом либо в дэшкой лишь бы вот эти кольца не закусила при установке они должны мягенько плавно защелкнуться на свои рабочие места без закусы иначе будет вот такая же катавасия как вот с этим кольцом которая закусила этого никто не заметил и очень длительное время двигатель работал с подсосом воздуха между форсункой и пускным коллектором поэтому ставить надо аккуратно по форсункам и заменителям все что хотел я сказал удачи вам дерзайте пока проверка а а а а а Продолжение следует...